здравствуйте эта программа городские встречи сегодня у нас в гостях андрей потапов рязанский столяр который попал в топ-10 на чемпионате мира world skills здравствуйте здравствуйте андрей мы вас поздравляем что вы получили медальон за мастерство расскажите как вы его завоевали спасибо большое мой путь начался в 2016 году с первых соревнований с первых отборочных соревнований на участие в нацфинале вот к сожалению там и показал не очень хороший результат но не отчаялся и продолжил дальше готовиться вот дальше выиграл следующем году в 17 выиграл оригинальный этап выиграл город поехал на отборочные в москву вот на право участия в национальном чемпионате и поехал уже на национальный чемпионат вот там меня заметили международные эксперты и пригласили в сборную вот готовиться к международным соревнованиям расскажите а какое задание вам досталось у меня было изготовление двери уличной с коробом для того чтобы она открывалась вот задание было для всех одинаковое для всех остальных двадцати четырех участников и как вы с ним справились справился достаточно хорошо и мои тренера мои эксперты довольны результатом а что нужно было сделать откосы правильно вот расскажите поподробнее что делали ведь дается не один час на это как не дается да есть ограничение по времени вот она очень очень ужата задания по времени мне нужно было сделать но практически дверь полномасштабную вот и к ней короб вот там с элементами с арочными элементами но достаточно сложное в изготовлении вот но мы к этому готовились готовились достаточно долго упорно и показали достойный результат я успела все полностью сделать даже немного времени осталось запасе еще скажите а волновались да безумно первые 15 минут но это все произошло очень быстро старт вообще как будто проснулся я проснулся в 6 это был первый день и буквально такое ощущение что через пять минут мне уже дали свисток первые 15 минут руки тряслись конечно вообще потом это все прошло и я включился в работу а как взяли в себя в руки ну тут просто опыт в принципе процесс подготовки у нас был достаточно серьезный и мне удалось поездить по международным соревнованиям и все таки снова мой путь тоже был серьезными соревнованиями связан просто это как бы так всегда в начале нужно немножко поволноваться чтобы все получилось скажите а что не хватило до призового места как вы считаете до призового места ну россия в этом движении с тринадцатого года всего лишь пять лет а ведущие страны ну допустим мои компетенции ведущие страны это франция корея и швейцария ну еще ряд европейских стран они в этом движении с самого основания с 53 года то есть представляете у них база какая огромная мы сейчас только наращиваем темп темп мы увеличили свой результат именно наша компетенция с прошлого чемпионата мира в два раза просто за счет опыта они выигрывают у них огромная школа мы сейчас уже от них не отстаем мы ездили на подготовку в бразилию тренировались у них участвовали в чемпионате австралии перенимаем опыт стараемся все время развиваться я так поняла что медальон он равен практически четвертому месту но он равен бронзе третьему месту этот медальон а покажите его конечно да вот что там изображено нарисован обычно медалях изображают тот город где проходили соревнования здесь архитектурные элементы казани от призовых мест отделяет буквально ну баллы сотые сотые баллы у нас бальная система ну чтобы выявить победителя и отделяют обычно сотые баллы очень обидно что не попадая все равно сборная россии выступила очень хорошо на чемпионате заняла в общем зачете второе место поздравлял президент да конечно у нас после цельмой награждения был встреча с президентом он остался довольны результатом но за такие короткие строки такие результаты с такими соперниками очень сильным планируете еще ехать на подобные чемпионаты да карьера участника она не такая уж длительная ты можешь принять участие на одном чемпионате мира на одном чемпионате европы вот я уже пробовал себя начинаете мира сейчас могу попробовать начать и европы но для этого опять нужно пройти отбор и и вот так как я состоял уже сборной мне нужно будет пройти отбора сборной а тем ребятам которые хотят поехать на международное соревнование по профессиональному мастерству. Для начала им нужно выбрать профессию, по которой они будут выступать. Желательно поступить в учебное заведение, которое эту профессию дает. И сейчас в любом каждое учебное заведение занимается этим движением. Там есть тренера по каждому направлению. И можно изъявить свое желание участвовать. И будет организован, каждый год организовывается региональный чемпионат, чемпионат города. Потом идет отборочный чемпионат по федеральным округам. А потом ты попадаешь на нацфинал. В этом чемпионате две ступени. Самые основные можно выделить. Это национальный чемпионат и международные соревнования. То есть чемпионат мира и чемпионат Европы. Это, конечно, высшие ступени. И те, кто уже участвует в нем, это профессионалы высокого класса, самые квалифицированные. А по каким критериям в сборную выбирают? Можно попасть? Да. Ну, это, как всегда, призовые места. Первое, второе, третье. И на нацфинале также раздают медальоны. И можно... Ну, просто вас замечает международный эксперт. И видит, что вы перспективный. Может быть, что-то вам не хватает в подготовке. Это просто разные степени подготовки к нацфиналу и к международным соревнованиям. Скажите, откуда у вас такая страсть к столярному делу? Ну, я с детства этим занимался. И не знаю, как-то... Просто когда-то в детстве... Я не могу вспомнить этот период, но просто увидел это и просто влюбился и понял, что, ну, это мое и все. И не могу от этого уйти. И понимаю, что пойду с этим по жизни. А какие цели перед собой ставите и что хотите дальше? Какие планы у вас? Ну, сейчас очень бы хотелось попасть на чемпионат Европы. Вот. А дальше цели... Ну, их много. Также приглашают остаться тренером, готовить дальше ребят. Ну, наверное, все-таки еще есть одна цель. Это все-таки своя мастерская и свое дело. Это такая мечта заветная. Вот. Ну, как всегда, есть к чему стремиться, есть еще к чему поучиться. Расскажите, а какая атмосфера была на чемпионате? Много людей приехало? Да, ну, встретителей было очень много. Также, ну, много было участников. Конечно, среди участников было, естественно, напряжение. Все приехали за результатом, все приехали побеждать. Ну, также у нас есть площадка, где проходит соревнование. Она в доступе только для участников и для их экспертов. То есть эксперты – это те, кто будет оценивать работы конкурсантов. Ну, эксперты были более-менее расслаблены, а участники, конечно, были в напряжении. Но каждый раз после окончания, то есть наш чемпионат был разбит на 4 дня. 22 часа разбиваются на 4 дня. И после окончания дня, в принципе, мы дружили, общались, пожимали друг к другу руки, делились проделанной работой, впечатлениями. А после окончания чемпионата мы поменялись социальными сетями и общаемся сейчас даже с далекими участниками, держим контакт. А как вам Казань? Казань – вообще великолепный город. Мы жили в деревне Универсиады. Условия были очень хорошие, и организация была на самом высшем уровне. Наверное, это… Ну, то есть иностранные коллеги все были довольны. Наверное, они признают, что это был лучший чемпионат по организации. Вот, хотя предыдущий был чемпионат в Абу-Даби. Вот, ну, мне кажется, им сейчас больше понравилось. Никогда не сдавали нервы? Не хотелось завершить карьеру участника? Мой путь был, ну, не совсем уж так легок. Вот. Хотелось один раз уйти, то есть перестать этим заниматься. Вот. Но мой мастер в колледже, он, можно сказать, это 50% его заслуга. Но это на самом деле была наша мечта. То есть Россия в этом движении с 17-го года, а вот именно Рязань, Рязанский край, на первый футбол поехали в 16-м году. Я помню, это была команда Рязани, человек, наверное, из 6-5. Вот. И мы тогда, ну, только узнали про это движение, смотрели что-то там в интернете, как иностранцы выбегают на пьедестал, как они, ну, соревнуются на площадке. Вот. Это, конечно, хотелось этого тоже испытать и попасть туда. И в 17-м году я уже должен был, уже подходил к концу мой период обучения. Вот. И я уже не хотел как бы продолжать это движение. Не знаю, что меня в этом поводило. Вот. Но мой мастер сказал, что поверь в себя, поверь в свои силы. И я действительно поверил. Выступил на нацфинале, меня пригласили в сборную. И я не знаю, просто была какая-то сказка для меня. То есть, там тоже, конечно, было нелегко, очень конкуренция была жесткая, очень жесткая, на попадание, на международные соревнования. Вот. Но, правда, я просто поверил в свои силы и все получилось. Просто методично шел каждый день. Конечно, были очень тяжелые дни. Именно отбор нас, жесткий отбор начался чуть за год до начала. И каждый месяц у нас были итоговые срезы, итоговые соревнования на право попадания на международные соревнования. И за три месяца меня выбрали. Вот. Это, конечно, было... Ну, я ничего тогда не испытал. Я, наверное, только еще больше погрузился. Потому что ответственность лежала высокая. А мастер-то как вашего звали? Олег Самолин. Он работает в Политехническом колледже города Рязани. Мы еще раз вас поздравляем. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова